Почти 2400 случаев присасывания клещей. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, цифры этого года действительно выше, чем прошлого. В 2023 число укушенных было примерно на 15% меньше. Специалисты говорят, клещей действительно стало больше и называют причины роста их численности. Нарастание должно быть несколько больше, чем в прошлом году, потому что клещи имеют цикличный образ жизни, то есть 4-5 лет. То есть это рост, падение, рост, падение. На данный момент мы находимся в росте. Среди заболеваний от укуса одно из самых распространенных – сибирский клещевой ТИФ. Роспотребнадзора ежегодно фиксирует около 400 случаев. А вот число заражений клещевым энцефалитом в последнее время уменьшилось из-за наработанной практики приема иммуноглобулина. Иксодовый клещевой боррелиоз передается примерно от каждого пятого кровососа. Аксодовый клещевой боррелиоз до некоторых пор был 10-12 случаев. Сейчас идет рост в связи с тем, что в клещах размножается больше этого возбудителя. Он становится более зараженным, люди страдают и не своевременно пролечиваются. Эксперты по-прежнему рекомендуют после прогулок по лесу и не только осматривать и себя, и животных. Клещи по-прежнему активны, и это продолжится весь летний период и в начале осени. Но проблему частично решают. В Алтайском крае обработано уже свыше 70% зеленых зон. В это число входят парки, скверы, санатории, базы отдыха и туристические комплексы. Детские сады и пришкольные лагеря планируют обеззаразить до конца мая. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова